Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Так, в общем, мы с Тимофе начинаем, он забыл, что это приготовленные слова, но ничего страшного. Какие его годы? Второе место, да, занял по стихотворению, надо как-то поэтический вечер устроить по интернету, второе место, а твоя сестра Сонька первое место по танцам, а ей четыре года. Ну че, можем? Ладно. Ну че, быть первыми. Итак, друзья, значит, поехали, это не первый вебинар на тему писем, поэтому можно без раскачки. Добрый вечер, Валерий Константинович, прочитав Вашу чудесную книгу, родилась из какого-то вопроса. Первое, как защитить сад от пожара? Я, так как у меня от моего сада пятигектарного места осталось рожек и ножек, то я полез в интернет, чтобы показать вам сады задерненные. это же правильно, речь идет о задерненном саде. Вот эту фотографию нашел. Вот. Ну, слава Богу, пока сад цел. Вот эту фотографию нашел. Вот. Тоже сад цел. Но уже, вот на этой фотографии уже колокольчик звенит. Вот это вот уже фотография сделана ближе к осени. И одной спички хватит, чтобы это горело. Вы видели? Месяц назад, посреди зимы, бесснежная, горела трава и лес горел в Приморье. Редкий случай, но достаточно тоже одной спички. Значит, с одной стороны вот этой крайности не должно быть в культурном саду. А вы скажете, а как? Вы же сами сказали, задерняем. Ну что, задерняем, смотрим варианты. Черный пар. Сами понимаете, пожара тут можно не ждать, но мне все это не нравится. Это невероятно трудоемкая работа. Невероятно. Ну, естественно, что тут нет этих самых моих любимых муравьев. Нет. Моих любимых. Они лишились полностью. Вот кто-то думает, там сидят черви. Ага. Сидят они там. Их уже там нет. Еды-то нет. Вот. Ну, вариант неплохой. Вот на этой фотографии. Значит, ясно, что понятно, что кто-то это все косил. Видимо, это парк. Так косил сильно, что, в общем-то, тут возникнуть пожару довольно, не возникнуть, а иметь возможность поджечь гораздо сложнее. Вот. Наши современные, не наши, как всегда, естественно, японские самые лучшие бензокосы, они хорошо счищают буквально почти до черной земли. Вот один пример. Идем дальше. Вот. Этот вариант, он мне тоже не нравится. Это крестольные округи, это даже по Мичурину. Конечно, шансов, что если кто-то не скосит траву тут, то она до штампов огонь может и не добраться. Вот. Вот. Мне это все равно не нравится. Яблонь, яблонями, другие сорта уже при этой посадке им будет гораздо хуже. Это вот все эксперименты на яблонях ставятся, все примеры. Ну, вот здесь, казалось бы, ну что, между рядами трава, здесь пожар минимальный, опасность для деревьев, потому что черный порой здесь. Ну, опять трудоемкая работа, опять ни червей, никого. Вот. И вы не смотрите, что кажется полной благополучия. Это благополучия на юге, на севере бы этого не было. Все снимки сделаны на юге. Ну, вот еще, пожалуйста. Тут вообще никто не подходил, кроме трактора плуга и это самое, и там бараны и лучильника. Вот такая получается вещь. Ну, у нас дачные сады. Ну, вот дачный сад. Вот. Это ближе к нам. Вот так мы садим. Давали по четыре сотки, если повезет, по шесть. Вот результат. Дерево, кстати, совершенно больное. Яблоня убедились. Вот. Вот. Это результат. Ясно, что штаб ее зачем-то сделали. Вот. Естественно, что под ним можно пешком ходить и выращивать овощи. Вот. Ничего хорошего нет. Вот. Больное дерево имеем. Это тоже наша российская действительность. Вот здесь вычистили капитально, здесь пожаром можно не бояться. Это прошлись так хорошо бензокосой, что пожаром и не пахнет. Вот. Здесь опять этот снимок лучше того, чем... Мне вообще не нравится. Это яблони наподобие колоновидных. Они, конечно, ну, как бы псевдоколоновидные. И всегда удивляет, на какой черт им штаб делают. Вы же, хозяева, эй, вы же приподняли землю, то есть приподняли так, что получилась гряда. Это здорово. Это как раз совпадает с моими мыслями. Но с другой стороны, штаб зачем? Уже приподняли, уже будет проветривание. Вот. На севере, в северных районах России, все это было бы уже полумертво или мертво. Опять юг. Они могут себе позволить. Еще знаете почему? Тракторная обработка, вы уже догадались. Если по нашему подачному выпускать ветки от самого низу, пускать по низу, трактор сюда с навесным оборудованием просто не подойдет. Вот. Но мы с вами расширяем кругозор, поэтому не пропускаем такие снимки. Вот. Ну вот, пожалуйста. Еще круче. Тракторная обработка. Вот. Вот это уже ближе. В Америке принята смешанная система. Частично и вот так. Я не знаю откуда снимок. Тут подписи нет. Вот. Смотрите. Наоборот. Вот. Здесь противопожарные. Это не зря же черная земля. Это противопожарные. Эти самые. Пролет или как их назвать. А здесь уже не обязательно. Здесь. Престольные круги заручены. Вот это уже мне душа радуется. Вот. Это ближе к делу. Ну и теперь вы уже поняли. Итак. Черный пар. Это бедствие для всей живности. Которая должна в саду жить процветать. Значит. Трава не скошенная особенно. Это. Пожару ближе. Ну и компромиссы. Мы с вами разобрали. Современные бензокосы. Полностью стерню. Счищают. Практически до черной земли. Дерн остается нетронутым. Так как мы с вами отказываемся от перекопки. От дикой, тяжелой, вредной работы от перекопки. Особенно нам старикам. То остается вариант бензокоса. И чистит практически так, что и травы не остается. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.